Давным-давно в одном небольшом городке Роблакса жила обычная семья. Однажды в праздничную ночь взрослые гости собрались за одним столом, чтобы отметить наступление Нового года. Все они радостно смеялись, слушали веселую музыку и загадывали желание на предстоящий год. В самой дальней комнате сидел малыш Спарки. Он совершенно не знал, чем заняться. Старые игрушки ему совершенно надоели. Тогда он отправился к праздничному столу, чтобы посмотреть, чем занимаются взрослые. В этот момент Спарки впервые увидел бенгальские огни. Ему тоже захотелось побаловаться этими яркими искрами. Парень незаметно пробрался под стол и украл коробку бенгальских огней. В своей комнате Спарки начал баловаться с огнем. Он придумал себе интересную игру. Собрал игрушки в кучу, представляя себе, что это какая-то вражеская крепость. Зарядил свою игрушечную пушку и вставил туда бенгальскую свечу. Спарки был очень глупый. Он даже не представлял, что баловаться с огнем это очень опасно. Парень побежал звать на помощь своих родителей. Его мать и отец. И представить себе не могли, что в квартире начался самый настоящий пожар. Они же много раз говорили сыну, что спички детям не игрушка. И даже не думали, что Спарки будет баловаться с огнем. Шторка уже была вся объята пламенем. Хорошо, что отец успел вовремя сообразить. И выбросил горящую шторку в окно. За этот ужасный поступок Спарки хорошенько влетела от родителей. Праздник был испорчен. Хорошо, что все остались живы. В наказание Спарки закрыли в своей комнате. И оставили подумать о своем поведении. Но как только родители ушли, чувство вины у Спарки куда-то улетучилось. Он включил телевизор и начал смотреть видео про петарду. Прошло несколько лет. Спарки подрос. Но его тяга к фейерверкам так и не закончилась. Он очень долго откладывал карманные деньги, чтобы хорошенько закупиться петардами на предстоящий праздник. Спарки выбрал самую большую коробку очень мощных бомбочек. И уже представлял, как он весело будет их взрывать. Но продавец сообщил, что детям запрещено покупать петарды. Спарки пытался разжалобить его, но все было безуспешно. Продавец был очень недоволен поведением Спарки. Ему пришлось выгнать назойливого покупателя. Спарки очень расстроился. Ему было очень обидно. Больше всего на свете он хотел эти бомбочки. Но все его мечты рухнули в одночасье. Грустный Спарки бесцельно шел по улице. Но тут, в подворотне, он заметил бродягу. И в его голове родился хитрый план. Как он может получить желаемое? Парень легко договорился с бомжом. Чтобы тот, за скромное вознаграждение, купил ему бомбочки. Так как бомж был уже совершеннолетний, продавец, без всяких подозрений, продал ему коробку бомбочек. Спарки не мог поверить своему счастью. Наконец-то он дождался этого момента. Целая коробка бомбочек была в его распоряжении. Счастливый Спарки бегал по всему городу и взрывал свои бомбочки. Ему нравился громкий звук взрыва и запах пороха. Но просто так взрывать бомбочки ему быстро надоело. Тогда он впервые решил немного подшутить над прохожими. Спарки казалось, это совершенно безобидной шуткой. Первой его жертвой стала старенькая бабушка. Ее сердце чуть не остановилось от мощного взрыва бомбочки. Бабушка была очень недовольна, а Спарки показал ей язык и скрылся с места преступления. Потом Спарки придумал новую шалость со своими бомбочками. Он забежал в туалет торгового центра и закинул бомбочку прямо в какашку. Прогремел мощный взрыв. У туалета выбежал мужик весь в коричневых пятнах. Тогда Спарки чуть не поймали, но это его не остановило. Он сразу же отправился в парк продолжать свои хулиганские деяния. Взрыв бомбочки напугал кота на лавке, который острыми когтями сцепился прямо в голову бедной девочке. Потом Спарки отправился на котов. С каждым разом его проделки становились все опаснее и изощреннее. Хулиган забрался на мост и незаметно бросил бомбочку прямо на лед. Вольду образовалась пробойна. Отдыхающие не успели среагировать и провалились прямо в воду. После своих хулиганских проделок Спарки счастливый бежал домой. Вспоминая прикольные моменты, он даже не заметил летящий по дороге джип и чуть не оказался под колесами. Из черной тонированной тачки вышли мужики с бандитской внешностью. Они начали обвинять Спарки, что он даже не смотрит, куда идет. Типа он должен уступать, когда по дороге едут такие крутые ребята. Спарки было очень страшно. Он машинально достал бомбочку и бросил в бандитов. Но бандитов это только рассмешило. Неожиданно они направили свои пушки прямо Спарки в лицо. Парень заплакал и убежал, а бандиты продолжили насмехаться над ним. Спарки затаил сильную лобу на своих обидчиков. Их противные рожи он запомнил навсегда. Спарки шел по улице с испорченным настроением. Он даже не подозревал, что его неудачи только начинаются. Пострадавшие от его хулиганских проделок жители города обратились в полицию. И Спарки быстро был пойман. Полицейский Педро арестовал хулигана, запихнув свою тачку и повез его в полицейский участок. Так впервые Спарки оказался в полиции. Там он предстал перед своими недовольными жертвами. Они смотрели ему прямо в глаза и выговаривали все, что о нем думают. В кабинет прибежали родители Спарки. Они были в шоке, когда узнали, что натворил их родной сынок. Полицейский Педро посоветовал родителям Спарки провести серьезную беседу со своим отпрыском. Иначе все это может закончиться очень печально. На следующий день мама Спарки повела его к психологу, чтобы выяснить психологическое состояние своего сына. Врач с помощью специального теста начал выяснять проблемы, которые таятся в голове подростка. Он показывал ему разные непонятные картинки и спрашивал, на что они похожи. Все эти картинки напоминали Спарки о фейерверке. А одна картинка даже напомнила ему бенгальские огни из детства. В итоге психолог диагностировал у Спарки маниакальное влечение фейерверком. Врач повел своего пациента в палату к пострадавшим от петард, чтобы показать, чем может закончиться для него вся эта история. Первый из пострадавших решил облить целую кучу фейерверка бензином. Он думал, что так фейерверк взорвется гораздо круче. потом врач рассказал историю второго пострадавшего. Эта история была еще глупее первой. Наивный парнишка просто решил полетать на петарде. История третьего пострадавшего была не менее ужасной, чем предыдущие. Пацан баловался хлопушкой и неудачно выстрелил себе прямо в лицо. Психолог очень сильно надеялся, что после этих страшных историй Спарки поймет всю опасность пиротехники и больше не будет баловаться с огнем. Но в глубине души Спарки продолжал мечтать о фейерверках. Ему было трудно пережить то, что родители спрятали от него все воспламеняющиеся предметы. Отец безуспешно пытался настроить пожарную систему безопасности, но у него ничего не выходило. Слухи о проделках Спарки очень быстро разнеслись по небольшому городу. Родители даже стали пугать им своих детей. Такая плохая популярность совсем не нравилась парню. Особенно его бесили плакаты, где он был изображен как настоящий сумасшедший, который хочет взорвать весь город. А в школе дела Спарки обстояли еще хуже. Каждое утро его полностью досматривал охранник, проверяя карманы парня на наличие взрывчатых веществ. Спарки очень обижался на такие проверки. Ему казалось, что даже к заключенным в тюрьме относятся гораздо лучше. В классе его посадили за отдельную парту, повесили в кабинете пожарный щит с огнетушителями, а рядом с ним постоянно дежурил пожарный. Когда Спарки делал какие-то резкие движения или звуки, все в классе пугались, думая, что сейчас сумасшедший взорвет весь класс. Субтитры Под этим жестким контролем в Спарке прожил не один год. Родители продолжали не спускать с него глаз. Каждый праздник без фейерверков становился для парня настоящим горем. Каждый раз, когда за окном раздавался жук салюта, парень буквально прилипал к окну. Он уже совсем и забыл, когда держал в руках хотя бы маленькую бомбочку. Отец переодевался в Санта-Клауса, чтобы хоть как-то отвлечь Спарки от его дурных фантазий. Но Спарки не унимался. Он продолжал смотреть в окно и мечтать о фейерверке. В этот раз, родители долго откладывали деньги, чтобы сделать хорошие подарки для своего сына. Им очень хотелось увидеть Спарки счастливым. Не только в тот момент, когда он смотрит на фейерверки. На этот Новый Год ему подарили новенькую Плейстейшн 5. Спарки притворно улыбнулся папе, делая вид, что подарок ему понравился. Потом бросился ко второму подарку, мечтая найти там хотя бы бомбочки. Но заместо этого обнаружил большую куклу пожарного. В итоге неблагодарный Спарки расстроил своего отца, за что был наказан на весь праздник. У себя в комнате он устроил настоящую истерику. В этот момент он искренне ненавидел своих родителей. И считал, что оставлять его без фейерверков – это настоящее издевательство. Чтобы успокоиться, он начал смотреть свои любимые видосики про самодельные фейерверки. И в этот момент ему в голову пришла очень плохая идея. Спарки решил дождаться, когда его родители уснут. И он спокойно сможет открыть сейф и достать оттуда все необходимое. Поздней ночью, когда закончился праздник и все легли спать, Спарки вышел из своей комнаты. После кучи выпитых банок блокси-колы, родители были в глубоком отрубе. Спарки спокойно пробрался на кухню и открыл сейф. Наконец-то в его руках оказалась петарда. Но радость продолжалась недолго. Мощная петарда выбросила Спарки прямо в окно. Он упал с третьего этажа, сильно ударясь головой. В квартире начался сильный пожар. Команда пожарной быстро прибыла на место происшествия. Но было уже поздно. Вся квартира сгорела. В этот момент полицейский Педро возвращался домой с очередного дежурства. Увидев пожар, Педро решил проверить, что же там произошло. В этой суете никто не заметил, как из сугроба выскочил весь искалеченный Спарки и убежал в неизвестном направлении. Наконец-то пожар был потушен. На кровати Спарки нашли обгоревшую кухню пожарного. Полицейский Педро подумал, что это тот самый Спарки, которого он знал. Пожарные очень расстроились, что не смогли спасти пацана. Все подумали, что Спарки погиб. После пожара в квартире Спарки прошло много лет. Жизнь в Роблоксе спокойно протекала своим чередом. Подходило время новых новогодних праздников. И магазина пиротехники ожидали крупные поставки фейерверков. Добродушный водитель грузовика заметил на трассе голосующего парнишку и решил его подвезти. Попутчик скрывал свое лицо под капюшоном. Водителю это показалось немного странным. Но все же он отбросил все свои сомнения и попытался завести дружескую беседу. Таинственный попутчик вручил водителю петарду. И пока водитель с интересом разглядывал ее, злодей неожиданно поджег фетиль. Бедняга водитель с бешеной скоростью устремился в небо. В полицию поступило сообщение, о происшествии на дороге. Офицер Педро был очень недоволен. Угоны тачек в маленьком городке происходили нечасто. Копы тут же выехали на поиски преступника. Жители Роблокса уже вовсю отмечали новогодние праздники. Школьники отдыхали на каникулах. И счастливые семьи собирались вместе за одним столом. Повсюду царила праздничная атмосфера. На-на-ма-ма-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма. uh-huh. Ici женщина с курточкой, где нет Bedroom статус и ускали. Нашелиход из лукасей Brandon на пустить несколько недоволен. О, тут же это сделать проект. Внезапно появился тот самый загадочный незнакомец. Он бросил кучу фейерверков прямо в трубу горящего камина. Фейерверки моментально загорелись и начали взрываться прямо внутри дома. Вся семья сильно испугалась. Никто не ожидал ничего подобного. К счастью, никто не пострадал. А самому младшему ребенку даже понравилось такое шоу фейерверков. Загадочный шутник продолжил свои пакости. Он незаметно подкрался к школьнику, качающемуся на качелях. И приклеил горящий фейерверк прямо ему под сидушку. Из-за мощной струи огня, качель начала крутиться с бешеной скоростью. Стоящие рядом ребята не спешили помогать своему другу. Для них это было очень веселое зрелище. Потом таинственный хулиган появился на строительной площадке. Он подкинул целую коробку горящих фейерверков прямо под колеса бульдозера. И бульдозер врезался в строительный кран. Из-за мощного удара кран сломался и упал прямо на строящееся здание. На этом проделки неизвестного хулигана не закончились. Этот псих закрепил ракету к банкомату. Тяжелый ящик моментально оторвался от земли. И взорвался высоко в небе гигантским салютом. Все посетители торгового центра увидели настоящий дождь из Робакса. Проделки таинственного хулигана становились все опаснее. Сонный бродяга был в шоке. Салют начал вылетать прямо из-под асфальта и веселить беззаботных прохожих. Продрявленная дорога не выдержала проезжающие по ней автомобили. Произошло обрушение подземного перехода. Далее этот неизвестный хулиган с коробкой фейерверков появился на оживленном перекрестке. Красивый салют отвлек внимание водителей. И из-за этого прямо на перекрестке произошла авария. Когда на место происшествия прибыли копы, никто не заметил, как таинственный парень в синем худи с капюшоном скрылся на своем украденном грузовике. Грузовик с фейерверками спокойно двигался по городу. Неизвестный хулиган сидел за рулем и осматривал окрестности города. По той же дороге на огромной скорости мчался бандитский джип с гангстером Маджимой и его отморозками. Веселье гангстеров продолжалось, пока они не подрезали грузовик неизвестного хулигана. Этот любитель фейерверка решил устроить гонку с джипом бандита, создавая при этом большую опасность для пешеходов и других водителей. Наконец, обе тачки поравнялись на перекрестке. Недовольный Маджима опустил боковое стекло, чтобы разглядеть наглеца, устроившего погоню за ними. Неизвестный хулиган тоже взглянул на Маджиму. Маджима не узнал Спарки, а вот Спарки вспомнил ситуацию из детства, как Маджима со своими отморозками смеялись над ним и угрожали ему оружием. Парнем овладело чувство яростной мести, а не узнавший его Маджима продолжил веселиться. Гонка продолжилась, но теперь гангстеры стали не соперниками, а целью мести Спарки. Субтитры сделал DimaTorzok Маджима чудом остался жив. Но месть Спарки на этом не закончилась. Обиженный парень направил пушку прямо в лицо гангстера. К счастью для Маджимы, это оказался водяной пистолет для троллинга. А вот зажженная бомбочка на разлитом бензине была уже настоящей. Офицер Педро приехал в больницу, чтобы опросить пострадавших от рук неизвестного хулигана. Ему нужна была информация для поимки этого неуловимого нарушителя закона. Педро надеялся, что хоть кто-то из пострадавших запомнил лицо преступника. Водитель грузовика рассказал, как незнакомец запустил его на петарде прямо в небо. Но лица его он не видел, так как преступник был в капюшоне. Следующим свидетелем был парень, которому Спарки засунул фейерверк под качель. К сожалению, он тоже не успел увидеть лица хулигана, так как сидел к нему спиной. Гангстер Маджима тоже находился в этой больнице. У него была своя палата с личной охраной. Но это не радовало его. Из-за взрыва волосы гангстера превратились в драную мочалку. Маджима был без настроения. Члены его банды всячески пытались угодить своему руководителю. Но это у них получалось очень плохо. Особенно его бесили ужасные парики, которые ему предстояло носить. Пока у него не вырастут новые волосы. Офицер Педро попытался пройти в вип-палату Маджимы, чтобы взять у него показания. Но охранник на входе отказался пропустить назойливого копа. А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе! Ууу! Хе-хе-хе! Наконец Педро удалось попасть в палату к гангстеру. Маджима как раз играл в свою любимую игру, Монстр Ти Ди. Он был так увлечен игрой, что даже не услышал, как вошел полицейский. Маджима был совсем не рад такому гостю. Он не собирался делиться информацией с офицером полиции, так как в криминальных кругах это считалось стукачеством. Гангстер хотел сам найти своего обидчика и наказать его по воровским законам. Педро был недоволен поведением бандита. Он решил выбить из него информацию при помощи силы. Но в этот момент в палату забежали репортеры. Маджиме не хотелось палиться на камеру. Ему пришлось спрятаться под одеяло, чтобы не попасть в кадр. Весь город волновали происшествия с незаконными взрывами петард. Но Педро ничего не мог сказать репортерам. У него не было никакой информации. Для многих школьников Спарки стал настоящим кумиром. Они считали его крутым парнем за его хулиганские проделки и дали ему прозвище Пироман. Подростки начали копировать его поведение и одеваться в такие же худи. Взрослым Пироман, конечно же, не нравился. Из-за его проделок страдало имущество горожан. А иногда и они сами. Доходы от продажи худи с логотипом Пиромана превысили кассовые сборы фильма Человека-паука. В магазинах пиротехники выстраивались огромные очереди. Продавцы не хотели терять доход. Поэтому разрешили бомжу быть посредником в незаконной покупке фейерверков несовершеннолетними. На незаконном посредничестве бомж зарабатывал настолько много, что начал баловать себя золотыми безделушками, как у самых богатых рэперов. Из-за того, что у полиции не было фото робота лица Пиромана, они начали ловить хулиганов с петардами в похожей одежде. Но офицер Педро еще не подозревал, как много подражателей Спарки стало в Роблоксе. И что теперь все они ходят в одинаковых худи с капюшоном. Фанаты Пиромана совершенно запутали полицейских. Никто не понимал, откуда взялось столько хулиганов в одинаковых худи. Копы пытались поймать сразу всех подозреваемых, но все это привело к провалу операции. Офицер Педро был опозорен. Пока полиция гонялась за фейками, Маджима нанял художника. Чтобы тот нарисовал фоторобот, настоящего Пиромана Спарки. Художник отлично справился со своей работой. Теперь все бандиты знали, как выглядит Спарки. Гангстер приказал своим шестеркам поймать живым и привести к нему этого паразита, чтобы он сам лично свел счеты со своим обидчиком. Действовать надо было быстро, пока копы первые не поймали Пиромана и не посадили его в тюрьму. На поиске неуловимого хулигана Спарки полиция бросила все силы. Педро объявил план перехват. Проделки Пиромана и его подражателей окончательно всех достали. Для наведения порядка в город направили спецназ. Они безжалостно отлавливали всех фанатов Пиромана, как бродячих собак. Малолетним любителям пиротехники приходилось не сладко. Полиция контролировала все магазины пиротехники, чтобы хулиганы не могли незаконно приобретать петарды. Начались беспорядки и штурмы магазина. Спецназ держал оборону при помощи щитов и дубина. В городе начала процветать нелегальная торговля пиротехникой. Барыги продавали контрафактные бомбочки за тройной ценник. Беспорядки в городе усиливались. Спецназ начал применять водометы, чтобы охладить накалившуюся обстановку. Поклонники Спарки не давали покоя горожанам. Они нападали группами и закидывали своих жертв петардами. От безвыходности местные жители начали сами обороняться от хулиганов. Больницы города были переполнены. Там было много пострадавших из-за неправильного использования пиарверка. Помешанных на петардах подростков принудительно пытались лечить психологи. Увы, лечение не приносило никаких результатов. Тем временем бандиты Маджимы продолжали поиски пиромана. У них на руках был козырь. Это фоторобот лица Спарки. Один из хулиганов, заметив бандита, бросился на утек. За беглецом началась погоня. Хулиган отчаянно пытался уйти от преследования. Ниндзя с легкостью уворачивался от препятствий. К ловкому ниндзя все-таки удалось догнать беглеца. Проезжающий мимо Педро заметил на дороге какой-то беспредел. Офицер заметил, что у ниндзя выпал какой-то листок. Это оказался тот самый фоторобот пиромана, который Маджима раздал своим отморозкам. Наконец-то полиция узнала, как выглядит преступник. Это упрощало его поиски. Перед Новым годом многие жители города отправились за подарками к празднику. Посетители торгового центра услышали какие-то громкие взрывы, раздававшиеся на улице. Испуганные покупатели выбежали на улицу и увидели, что прямо на крыше торгового центра в какой-то пси установил гигантские фейерверки. Охранник вызвал полицию. В полицейском участке Педро показывал своим подчиненным фоторобот Спарки. Узнав о гигантских фейерверках на крыше торгового центра, офицер понял, что это дело рук пиромана. Все полицейские города тут же помчались на место происшествия. Офицер думал, что пироман прячется где-то внутри здания. Полицейские начали поиски преступника. Хитрый Спарки расставил ловушки для копов. Он знал, что полицейские будут его искать. Ракеты продолжали взлетать. Педро пытался успокоить толпу. О-о-о! А-хе-хе-хе-хе! А-а-а-а! А-а-а-а! О? А-а-а-а! Пока все копы безуспешно искали Спарки в торговом центре, гигантские салюты появились прямо на крыше полицейского участка. Педро был в бешенстве. Оказалось, что салюты на торговом центре – это отвлекающий маневр пиромана. Рядом с полицейским участком собралась огромная толпа зевак. Фанаты пиромана ликовали, глядя на мощные салюты. Внезапно для всех на крыше появился Спарки. У его поклонников началась настоящая истерика, когда они увидели своего кумира вживую. Впервые Педро увидел пиромана своими глазами. Копп попытался задержать преступника. В этот же момент к полицейскому участку подъехали отморозки Маджимы. Бандиты узнали с парки по фотороботу. Они отправились на крышу полицейского участка. Пока спарки позировал перед публикой, копы и бандиты окружили его. Но к несчастью для нападавших, у пиромана был подготовлен хитрый план ухода. Это было эпично! Педро опять был очень недоволен. Этот фейерверк жители Роблокса запомнили навсегда. Несмотря на все усилия полиции и бандитов, пироман скрылся в неизвестном направлении. На календаре уже было 31 декабря. Все жители Роблокса активно готовились к встрече Нового Года. В домах, как обычно, царила предпраздничная суета. Дети вместе со взрослыми украшали елки и готовили торжественный ужин. Только неугомонным фанатам пиромана на Новый Год было наплевать. Они подражали своему кумиру, пытаясь летать на петардах. Увы, такие полеты всегда заканчивались плохо. Горе летчик разбил окно соседнего дома. От этого фейерверка начался пожар. Вся семья очень испугалась. Никто не ожидал такого новогоднего подарка. Отец семейства не на шутку разозлился и решил проучить маленького хулигана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В новогоднюю ночь на заводе салютов были только охранники. Все работники предприятия давно разъехались по домам. Внезапно к воротам завода подъехал какой-то подозрительный фургон. Один из сторожей вышел проверить, кто там приехал в столь поздний час. Он не подозревал, что на водительском сидении его жжет ловушка. Мощный фейерверк унес бедолагу куда-то в лес. Наивные охранники представить себе не могли, что кто-то захочет проникнуть на завод фейерверка. Покой сторожей нарушил Кироман. В своем фирменном стиле с помощью бомбочек он отправил в нокаут второго охранника. Внутри завода хулигана встретили еще двое охранников. Кироман подозревал, что его попытаются остановить. И сделал из своего фургона настоящую бомбу. Охранников печатало в стену. Теперь весь завод был в распоряжении злодея. У пиромана разбегались глаза от количества фейерверков. Тут он заметил конвейер для производства ракетниц. В голове злодея моментально родился план создать самый мощный салют в мире. Пироман запустил конвейер. И через некоторое время на конвейере появилась гигантская ракета. Спарки очень обрадовался своей новой игрушке. Он уже представлял, какой крутой будет салют. И как будут счастливы его фанаты. Тем временем, офицер Педро пытался выяснить подлинную личность пиромана. Он загрузил фоторобот преступника в компьютер, чтобы сравнить его с фото всех жителей Роблокса из полицейской базы. Получив результаты, Педро понял, что пироман – это Спарки. Офицер не мог в это поверить. Все думали, что парень погиб в пожаре много лет назад. Педро начал изучать его личное дело. Он хорошо помнил маленького Спарки и тот страшный пожар в их квартире. Внимательно рассмотрев фото с помощью лупы, Педро понял, что тогда он совершил ужасную ошибку, приняв сгоревшую кубку за тело Спарки. Внезапно в дверь кабинета ворвался дежурный и сообщил офицеру о подозрительном поведении задержанных. Дежурный заметил, что фанаты пиромана резко притихли и уткнулись в телефоны. Оказалось, что их кумир запустил прямой эфир и хвастался своей гигантской ракетой. Спарки рассказал зрителям о своем плане. Этот псих решил ровно в 12 часов запустить самый мощный в мире салют и уже поджег его фитиль. Отморозок даже не подозревал, что такой фейерверк может взорвать целый город. Полицейские поняли, что пиромана нужно немедленно остановить. До Нового Года оставался всего лишь час. Полицейские вместе со спецназом прибыли на завод фейерверков. Педро приказал бойцам спецназа разделиться и окружить преступника. Обе группы захвата направились внутрь завода. Бойцы первой группы шли по предполагаемому следу преступника. Но хитрый пироман успел установить опасные ловушки для непрошенных гостей. Педро вместе со своей группой прочесывали завод с другой стороны. После случая в торговом центре он уже хорошо знал, на что способен Спарки. Офицеру удалось обнаружить одну из ловушек. Благодаря бдительности Педро отряд обошел растяжку. Группа отправилась дальше вглубь завода. Внутри складского помещения спецназ заметил пончики. Совсем позабыв об осторожности, голодные бойцы начали поедать сладости. Пончики оказались очередной хитрой ловушкой. От взрыва загорелись коробки с фейерверками. Педро с напарником попытались спастись от мощных взрывов. Испуганный напарник забыл про растяжку. Под столами активировались бомбочки. Флан Педро провалился. Он оказался в ловушке между двух одней. Коп быстро сообразил, как выбраться из западни. По вентиляции ему удалось уйти от опасности. А в это время неадекватный Спарки готовился к своему новогоднему супер фейерверку. Он не понимал, что по силе такой взрыв будет сравним с ядерной бомбой. Но ему немного не повезло. Педро вылез из вентиляции как раз на его локации. Полицейский попытался убедить Спарки не делать этого безумия. Спарки был в шоке, когда Педро назвал его по имени. Педро решил надавить на совесть пиромана, напомнив ему о происшествии, которое случилось с ним в детстве. Он рассказал Спарки, что из-за фейерверка погибли его родители. тогда Спарки сильно ударился головой и сошел с ума, совершенно позабыв про своих маму с папой. После рассказа Педро у Спарки начали всплывать воспоминания. Он вспомнил, как сильно его любили родители и как плохо он к ним относился из-за своего маниакального влечения к фейерверкам. Спарки пришел в себя. Ему стало очень стыдно. Он искренне раскаялся в содеянном и решил все исправить. Внезапно появился Маджима. Метким выстрелом из лука бандит буквально приковал Спарки к его же ракете. За этим безумием в прямом эфире наблюдал весь Роблокс. Несмотря на все усилия Педро не смог освободить Спарки. Офицер понял, что остановить запуск ракеты он уже не успеет. Он в панике начал откидывать коробки с фейерверками, чтобы они не взорвались вместе с большой ракетой, чтобы сила взрыва была как можно меньше. Несчастный Спарки отправился в полет вместе со своим детищем. Это был самый мощный фейерверк в Роблоксе, который видели даже инопланетяне. К счастью, никто, кроме самого пиромана, не пострадал. Репортеры накинулись на Педро с вопросами. Все зрители были в шоке от случившегося. Разочарованные фанаты пиромана начали массово выбрасывать на помойку худи и контрафактные бомбочки. Нелегальная торговля пиротехникой быстро сдулась, так как больше никто не хотел подвергать свою жизнь опасности. Катаматака матама. Бессовестный барыга-бомж снова обеднел. Наконец-то в Роблоксе воцарило спокойствие. В эту новогоднюю ночь все подростки Роблокса усвоили важный урон. С фейерверками шутки плохи. Я очень надеюсь, что и вы, мои дорогие подписчики, поняли суть этой истории. Редактор субтитров А.Семкин